О наших бандеровках. Но ведь Бандера просидел почти всю войну в концлагере. Его братьев там убили. В немецком концлагере. Убили его братьев. Родных, вы понимаете? Николай Знов. Я все знаю. Мне 12-2 года, а вам вы, девчонка, рядом со мной. Я прожила и вижу. А я теперь знаю правду, которую я читаю. Теперь есть интернет, в котором можно почитать не только коммунистическую ложь, а можно почитать настоящую правду о войне, о том, что было. У меня мой родной дедушка в концлагере умер 9 мая 1945 года. И я знаю, что такое фашисты. Сейчас они в России. Сейчас они дебош делают в Харькове, в Донецке. Эти ребята, которые вешают российские флаги, они с немецкими фашистскими крестами, с татуировками фашистскими. Бандюк много. Да, но лидер у них один. Путин. Много, много. А наместники Путина вот сейчас в этом офисе были. И среди этих много бандитов. Это молодежь, которая выросла уже в свободной Украине, и они уже не хотят больше идти в Вига Московская. Вот и вся правда. А эти мрази, которые повесили портреты этого? У меня муж украинец. Украинец. Два дня украинцы. Никто ничего не отнимает. Никто. Мы живем дружно. Нам хорошо. Но тем не менее вы стоите и говорите, что если украинец и националист, значит это плохо и это враг. Вы здесь прожили всю жизнь. Вам никто не попрекал за то, что вы не выучили даже украинский язык на этой земле. Правильно? Значит вы не уважаете этих людей и эту землю, на которой прожили всю свою жизнь. Я не уважаю, у меня тут дети. У меня умерли папа, мама, сын, родные. Все на кладбище. У меня Украина моя родина. Я живу уже столько лет. Если вы считаете Украину своей родиной, то что-то не бросается в глаза, что вы свою родину любите. Дала Украине столько здоровья, сколько вы не дали. Я всю жизнь проработала. На пользу Украине работала. Дай бог, чтобы вы столько добра Украине сделали, сколько я. Дай бог. Вы считаете тем, что вы назвали этих ребят фашистом и все аннулили? Я мальчик не слышу на расстоянии, сынок. Я не слышу. Я просто смотрю и констатирую факты, сынок. Сравниваю все. А факты таковы? Вот сейчас там сбудут портреты человека, подождите, которые и по вине... Громче говори, она не слышит. По вине которого... Ты мне по уху говори. Факты таковы. Сейчас там сбудут портреты и бюсты человека и флаги группировки, из-за которой в течение 70 лет украинский народ гнули, гнули и истребляли. А вам это не нравится. И вы называете тех, кто это делает, фашистами. Ты подожди. Это с крестом на самом деле. У тебя крест только тут или тут? Крест этот? Да. Вы не знаете, что... Только тут, а в голове нема. Крест... Вы... Подождите, вы сейчас говорите о кресте и защищаете... Вот вы пять минут защищали портреты человека, который расстреливал священников. Где? Ну вот, конечно, не лично. Лично у него была кишка танка, расстрелил священников. Где священников расстреливал? Ленин расстреливал. Ленин расстреливал. Ленин и большевики. Это большевистская падаль расстреливала священников. Рассказывала о религиозном мракобесии. Ну? Да. И вот сейчас... Так что он только священников взял? Не знаю. Других бы не было. Вот вы мне объясните. Не, он и других как бы расстреливал. Да, царскую семью, детей там... Так он врет все. Кто? Так на самом деле не было. Мне сынок... Нет, царскую семью... Внучек-правнучек-то мне... Мне уже... Не внук, я вам... Девяносто третий год, сынок. Девяносто третий год, а... Да. Я видела все это. И то, что... Я вот жалко, я не слышу, что они там говорят. Но умного ничего не говорят. Это я знаю. Умного ничего. Ну, как вы можете знать, что они не говорят ничего умного, если вы не слышите? 20 тысяч просмотров гарантированно. Ой, что, снимать? Да нормально. Мы просто там, в этом офисе. Поживешь еще, увидишь. Придет новая власть Украины. Начнут уничтожать сейчас этих. Попомнишь меня, сынок. Попомнишь. Это им дороже получится. Это такая у людей, у людей, у них, ну, что ли, я не знаю, как сказать, ненормальное мысление. Они приходят, они считают себя самым умным из тебя. А все остальные, вы, мол, дураки были. Вот подойдите к любому из этих ребят и спросите, ты считаешь себя самым умным? Никто, гарантирую, никто в здравом уме из этих ребят не скажет, что он самый умный. Они просто скажут, что он борется за свою идею. За свою землю. У каждого свои идеи. У каждого свои идеи. Но есть идеи, которым место на нашей земле, а есть идеи, которым не место. К чему? Ну, вот сейчас пришли, пришли ребята, вот такие, как ты, вот они. Здания гибнут, поджигают, уничтожают, рубят, ломают все. А кто восстанавливать будет? А как? Такие, как ты, за счет твоей зарплаты, за ног? Мне моих денег не жалко. Если бы вам... Не жалко. Если вам жалко ваших шекелей, то извините. Вот. А мне больно, потому что люди не думают, что делают. Делают большие глупости другими способами. Конечно, большей глупостью... Не, вы не признаете, что большей глупостью было бы терпеть все это? Терпеть бандита, насильника президента, терпеть коррупцию, терпеть милицию, которая... Я собой против коррупции, я согласна. А кто у нас сейчас в парламенте? 350 человек миллионеров и миллиардеров, сынок. Ты только подумай, кто нами правит. В парламенте 350 миллионеров, миллиардеров. Так разве они будут за тебя, за меня, за него, а не за себя? Прямо 350 человек миллиардеры, да, вот это вот? Да. Миллиардеры, миллиардеры. Не, ну там еще разберемся, Майдан 3.0 не за горами. Это наше правительство. То есть там нету людей, да, которые вот... Да. Городик можно. Доход у них тысячи, там нет... Они не... Вот в старое-то время никогда не было, чтобы богатые были, не было. Знаете теперь в чем разница? Миллиардеры, может, они и остались. Только теперь они будут бояться, что если они будут слишком зарываться, начнется то же самое. Они боятся. В этом был смысл. Вот хотят выбрать президента. Кого? Кого? Миллиардера. Хорошо, от кого вы хотите выбрать? Красть, обманывай. Нет, вот вам 90 лет, вы, конечно же, выберете президента, который не будет врать, и обманывать, и красть. Вот кого вы так считаете? Вот кто не будет красть? Кого вы выберете? Ой, сыночка, ты мне на ухо скажи. Хорошо. Вам 90 лет, вот вы прожили. И вы, несомненно, я не сомневаюсь, что вы выберете президента, который не будет врать, и оборвать, не будет бандитов крышевать, не будет. Вы такого президента не выберете, но кого вы выберете? Сейчас это надо подумать, сынок. Ну думайте, думайте. Надо выбирать президента умного, не коррупционера, не миллиардера, не надо их, это люди не наши, не наши, а не защищать народ никто не будет. Ну что же. А у нас к власти приходит тот, кто обманывает, кто убивает, кто уничтожает, вот они приходят к власти. Почему? Хорошо. Деньги, 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 деньги украинцы, покупатель, вот выбор начался. Вот пойдем, шляпка, юночки выказывают, а где пришли в банки, кажется, когда они саму не разговаривают на droite, комму paradise. На Майдане, что же, деньги за, müsstей. А то я там не был. Хорошо. А то я там не знаю, что... Ты когда-нибудь думал, откуда эти деньги идут на Майдан? А то я не был на Майдане.